Новая выставка о подвиге советского человека в период Великой Отечественной войны. Но при чём тут День народного единства, история которого уходит в начало 17 века? Организаторов разница в три столетия не смущает. Наоборот, они видят параллели. И прежде всего, в единстве народа, в борьбе с иноземным захватчиком. Бок о бок боролись с фашистом и белорусы, и украинцы, люди разных национальностей. Вот Александр Матросов, родом из Башкирии, грудью закрыл амбразуру вражеского адзота, бойцы нашего подразделения смогли захватить важный плазарм противника. Подвигу Матросова последовали более 400 человек. Среди них был наш земляк Григорий Тихонович Ткаченко. Корни его были с украинской земли. Один из стендов выставки о партизанской борьбе на оккупированных территориях. И корни такого сопротивления тоже уходят вглубь веков. В смутное время, когда иноземцы пытались установить на русских землях свои порядки, они уже тогда столкнулись с небывалым внутренним сопротивлением. Все мы помним подвиг Ивана Сусанина. Возвращаясь к событиям Великой Отечественной, наш экскурсовод приводит в пример Алексея Бондаренко, который объединил под своим началом несколько партизанских отрядов. Общими усилиями около сотни вражеских солдат удалось уничтожить, солдат, офицеров взорвали десятки складов, железнодорожных мостов, баз противника. В ряды народного ополчения шли и те, кто не был знаком с военным делом. А в тылу каждый трудился на пределе возможного, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Как и много лет назад, как и во время смутного времени люди обвинились для отпора врагу, так и здесь. В годы Великой Отечественной войны общая цель сплотила не только разные национальности, но также разные слои общества. Сплотила женщин, детей, стариков, которые шли, вливались в партизанские отряды и боролись с немецко-фашистскими захватчиками. Экспонаты выставки, архивные материалы, часто газетные вырезки времен Великой Отечественной, которые повествуют о подвигах наших соотечественников, в том числе земляков. Изучить их подробно можно в стенах Белгородского историко-краеведческого музея. Выставка открыта до 20 ноября. Глеб Дудкин, Эдуард Горелов. Такой день на мире Белогория.